привет купила своим матрасиком рыбу кусочек рыбки называется сиг первая цена 26 крон что-то я какая-то помятая сегодня не знаю с другой стороны будешь тут не помятая если всю ночь не спал то одно приключение это второе приключение то третье приключение одна ночь без сна и на 27 лет старше ищу у нас на работе мороженого 15 крон я нагребла 15 крон это считаю что полтора евро практически задаром обычно она стоит 30 а тут за 15 я так думаю что я очень даже вовремя давай уже подержи жду жду пока он выйдет или она а вот так что за 15 крон и это практически задаром тем более в наши так сказать кризисные времена у нас дождик дождик такой моросящий в польском языке есть такое замечательное слово мжавка 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 такой моросящий дождь по-польски мжавка стопроцентно подходящее слово для моросящего дождя такого как у нас сегодня такая мжавка мелко-мелко-мелко дисперсный такой дождик и прям ух идиот так пробивной прям а я отработала первую смену ну так относительно спокойно было потом после 12 а до 12 чё-то мне нервы помотали падла ну не буду говорить ну тут мы вам помотали мне чё-то так раструсило светом да ну да ладно а выжили посмотрим что будет дальше дождик у нас все такое красивое вот оно у нас какое же все красивое ну и представьте же просто сказка я так люблю осень я так люблю вот этот мелкий вредный дождик а какая красота зеленая желтая оранжевая боже мой камни асфальт оно все настолько переплетено оно все в каком-то едином таком оттенке как же это красиво лето конечно красиво это не вопрос но осень люблю невероятно это что вот просто душа моя радуется как можно не радоваться такой красоте хотела сегодня искупаться съездить но мой опыт мне пока подсказывает что не надо этого делать потому что очень неприятно заходить в воду казалось бы сверху снизу вода какая разница а нет разница все таки бывает потому что когда ты заходишь в воду ты должен быть максимально расслабленным максимально а вот когда дождь сверху ты весь как-то аж скукоживаешься и заходить воду как-то неприятно что может где-нибудь в ближайшие дни когда по немножко распогодится чтоб сверху не тюкало не капало я когда-то помню не знаю давно пошла в дождь купаться и чтобы ну не капала на на голову неприятно когда на голову копать я одела кепку с таким большим козырьком я думала что меня это спасет но как же я ошибалась потому что когда я зашла в воду с этой кепкой с длинным козырьком получилось что дождь он как бы падает по воде от от воды отбивается поднимается вверх козырьку и рикошетит и мне в лицо я пошла поняла что в кепке купаться нельзя вообще нужно или какую-то шапочку уже ну капает и капает на лицо но в кепке это еще хуже это получается прям какой-то водопад такой целенаправленной физиономии так что если будете купаться в кепке не купайтесь это не очень приятно сидит мой котофеля я вам даже сюда заеду ради вот она моя полосатая тарантайка сидит на дожде мокнет да тёпсик из дома выгнал бедняжечку вот он сам себя выгнал на улице да да тёпсик скажи в такую погоду сидим ждем тебя на улице мы бедные несчастные котики все-таки мяу все-таки мяу все-таки мяу привет мяу здравствуйте мяу да напугали тебя то напугали у нас как осень так начинает срабатывать это пожарная безопасность не знаю то ли свет как-то по-другому преломляется то ли еще чем в общем кара какая-то это хиримиритрямдия коты бегут из дома и я если сплю то если дома одна просыпаюсь и бегу как этот самый электровеник да какая же красота если бы еще машина не дорчала вообще было бы идеальная картинка голубое небо осенки такие красивые как оранжево-красный цвет осень прекрасно обожаю осень сегодня взяла с собой чайку но не чайку вернее заварки я хочу попробовать этот самый господи это у меня этот лист копорский чай собственного приготовления как раз попробуем его в действии этот по моему полуферментированный у меня там есть ферментированный стопроцентно есть вообще не ферментированный а есть такой вот он полежал сколько может пару месяц а кто точно полежал вот что будем пробовать цвета йодчики мои на работе лучше всего использовать вернее ну да кажется побыть подопытным кроликом потому что работы много бегаешь носишься как в одно место ужаленный а тут чаек сразу раз попробовал и понял помогает тонизирует ставит на ноги или наоборот в люлечку пинает поспать часиков цать у нас прошли дождики и смотрю вода потихонечку начала добавляться в озеро это замечательно ну блин что ж ты так медленно едешь я бы успела проскочить на зеленый кто же мне понимаешь кто это у нас такой да видно меня это уже повыше этот отбойник по-русски теперь раньше у меня было слово камикадзе я все никак не могла вспомнить у меня почему-то выбивало его то есть стояла абсолютно все какие-то картинки флаги японцы красный круг на белом фоне то есть японский этот флаг плюс эти камикадзе зарисованное настоящее и так далее и того подобного но слово вспомнить не могла потом значит какой-то период был с этим автоварду автоверду ну то бишь отбойник я его не могла вспомнить как он называется я его и поребриком называла еще чем-то там называла вот да так ну и правильно куда ж ты поехал вот он где стоит да водичка у нас добавляется а вот здесь вот всегда стоят эти волшебные коровки которые не двигаются не знаю стоят ли они здесь сегодня или их куда-то перевели нам очень было замечательно наблюдать за ними когда они так ничего не двигалось абсолютно не жевали не ели не хвостом не шевелили вообще никаких движений такие застывшие как компьютер подвис и все что они туда или сюда место красивое так и хочется гулять а не на работу ехать сегодня заварила вот такой чаек даже с цветочками вот вот сейчас буду пробовать красота ну мне кажется что я как-то маловато положила ну ладно такой светленький светленький капорский чай привет снова на работу все люди как люди одна я в футболке бегаю как я тут показать не знаю не хочу я осени не хочу ну вернее в смысле осень я хочу я люблю осень я в смысле того что не хочется одеваться абсолютно раздетой ходить буду вот 11 градусов пишет понимаете 11 градусов вообще положа руку на сердце хочу сказать такую вещь что когда я начала купаться в холодной воде у меня абсолютно поменялся ощущение или восприятие холода я не знаю почему но вот так случилось и сейчас уже все начинают ходить в этих теплых шапках ушанках свитерах и так далее и тому подобное да я тоже одеваюсь все когда вот на на какие-то дальние расстояния мне нужно куда-то там поехать или я знаю знаю что буду ходить очень долго скажем так на улице да я одеваюсь но в целом восприятие холода сейчас оно абсолютно по-другому как-то воспринимается телом после вот этих моих моржевательных упражнений я как-то по-другому воспринимаю и мне вот я вот расслабляюсь вот когда вот становится вот так вот прохладно идет вот какое-то приятное расслабление всему телу и ты не скукоживаешься весь так вот когда холодно знаете когда выходит хочется за это сам а ты наоборот вот как-то распрямляешься и вот вот начинается вот эта расслабуха я не знаю почему может это какой-то определенный психологический момент может это какой-то момент тело как-то уже привыкает что сейчас будет вот что-то приятное оно уже изначально начинает расслабляться вот как-то так не знаю но восприятие телом более холодной температуры стало абсолютно другим абсолютно и вот мне не очень нравится вот это восприятие что ты такой расслабленный на этом самом на вот как бы плюс одиннадцать а мне ничего не хочется на себя одеть привет полосатый пошли пакеты выкидывать да пойдем выкидывать завтра мусор будет вот два пакета с пластиком пластик фантастик так что иду выкидывать у нас каждую среду ну вернее в разных местах по-разному но у нас каждую среду мусор в данном конкретном случае будет пластик ой как на улице хорошо ехала на работу было плюс одиннадцать вернулась с работы плюс двенадцать жара ой ой бегут мои эти самые хи 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 бегут красавцы оставила два пакета что ты мой рыжий листик побежал побежал заодно забрала почту почта у нас что у нас тут короче рекламки какие-то какое-то письмо дойду домой посмотрю да и ты тоже друг сердешный ты друг сердешный да куда ты пошел вернись я все прощу два птеродактиля ушастых охранники бодигард пошли домой кушать пойдем пойдем а то я это самое выскочила думаю пока не поздно закину все так ну что посмотрим втихаря ой какие они огроменные вы только гляньте мечта какая королевские опята красавцы же а точно что ты мяу все ты мяу все ты мяу ой ой вы гляньте на него какой ответственный кот да ответственный что там кого ты там заглядываешь кого ты там заглядываешь вот такие шикарные королевские опята у меня тут растут что ты мяу что ты мяу кушать пойдем бери своего этого фоксика ах раздолбали засранцы раздолбали ну давай 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 ой ой страшно то как все напугал и меня и дерево красавица правильно давай 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 лучше березу чем мой любимый диванчик мрау смотри какой большой мухомор вырос ну все сломали засранцы протуберанцы носятся ж как электро веники ты электро осветительный прибор все спрятался спрятался фонарики ну да фонарики на улице так хорошо и главное пахнет очень пахнет грибами а мне завтра в город вот ты у нас кто очень похожи на ну не они очень похожи на опята но это они они все никак они у меня не появятся опятушки да все никак не появятся опятушки у меня возле дома белые грибы растут а пятки нету вот правда очень похож пошел пошел красавица пошли уже кушать пошли пошли где там полосатый фоксик так в темноте хорошо видно когда махнешь камерой так где-то что-то засветится не куда-то смылся засраниться все пойдем кушать и спать ого ночные бдения начинаются ну прекратить безо так первый пошел второй тюсик пойдем домой тюсик не хочет пойдем кушать шурши лапами на в тюсик вот на